Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как пережить чувство вины, что потеряла отношения и нанесла человеку серьезную травму психологическую? Совесть ожирает не знаю как, а кстати действительно ли причина во мне или он просто не хочет обижать правду? Дальше, значит, человек описывает ситуацию, я наверное не буду ее зачитывать, потому что, да, из этических соображений. Могу только сказать, что по описанию получается так. Вот вы пишите, что я знала, что он будет профить больше, а потом вы пишите, что вышло так, словно бы я тоже его использую, а как? Вот я не очень понял и не очень увидел. Как именно? Вот ваш мужчина говорит о том, что у него был травматичный опыт в прошлом. Тоже хотелось бы понять, а как именно это происходит? То есть как именно человек, да, понимает, например, что его используют. То есть вообще-то говоря, вообще-то. А использование это когда человека принуждает делать то, что не хочет. Вот. А тут вы говорите, что я знала, что он будет просить больше. Вот. То есть для меня это такая ситуация выглядит так, что он сам просил больше, получил это больше, а после сказал, что я вот типа опять не использовал. Ну, как бы намекнул, да, предполагаю, что у него какие-то проблемы. Ну вот, понимаете, вот, понимаете, какая здесь штука? То есть это очень похоже на то, что, на неготовность, ну, к отношению. И ваше чувство вины, оно связано с тем, что вы, скорее всего, на человека злитесь. Где-то вот в глубине своего сознания, зная, может быть, чувство, чувство, что что-то не так. Вот. Потому что, ну, как бы, все такое вина, да. Вина возникает, когда нарушается ваша личная граница. Вот. В данном случае человек, получается, сам вас просит. И сам же от этого потом начинает страдать, да, как бы обвиняя вас в том, что вы дали ему то, что он хотел. Ну, это странно. Это первое. Второе. Аммм. Вы свои эмоции, в данном случае, как будто вы подавляете. То есть, я не буду говорить конкретно, но в ситуации, которую вы описываете, нормально испытывать немножко другие чувства. То есть, что вы как бы говорите о вине и о том, что вы нанесли человеку правну психологическую. На мой взгляд, это вот маскирует, в вашем случае, именно вот, что маскирует. Немного другие переживания. На мой взгляд, опять же, да, вот. Немножко другие эмоции, думаю, как будто бы скроют. Вот. То есть, ну, например, скроют злость, разочарование, обиду. Я чувствую, что, возможно, возможно, использовали вас, а не вы. Да? Вот. То есть, вот это вот, вот это вот такая, как бы, ситуация здесь. В то же время, нельзя не отметить, что для вас, возможно, отношения имели или имеют какое-то, ну, ну, знаете как, большее значение, как будто бы, то есть, как будто бы вот для вас, ну, то, что вы, как бы, ну, потеряли отношения, да, вот. Ну, по вашим словам, вот. Как будто бы это выглядит именно, вот, как то, что вы, ну, как-то для себя вот что-то, 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 что-то важно упускаете. Вопрос заключается только в том, что именно. То есть, вопрос заключается, вот, на мой взгляд, да, именно в том, что конкретно вы для себя потеряли в отношениях. Вот. То есть, что для вас есть потеря. Что для вас является потерей. Вот. Вот. Я, я бы, пожалуй, на это бы обратил бы внимание. Ну, ва, ну, ваше. Да? Вот. Потому что, на мой взгляд, это то, что могло бы как-то показать вашу, ну, субъективную сторону здесь. Вот. Вот. А, по поводу того, что вы нанесли ему драму. Да? Вот. И, по поводу вашего вопроса, вот, считает, что действительно проблема у вас, или он не хочет вас обижать в правду. Вот. Вот. А, то есть, вы даже не рассматриваете вариант того, что у человека это вот всё, ну, может быть, просто надуманно. Например, вы не рассматриваете вариант, что вы вообще ни при чём. Вот. Так да. Потому что факты говорят нам о том, что это как будто бы в большей степени вами воспользоваться, нежели чем, нежели чем вы кем-то. Да? Потому что, правда, ещё он. Вот. Так вот. А, вот, то, что я озвучил, на мой взгляд, свидетельствует о том, что вы не уверены в себе. Вот. Что вы себя вот обесцениваете как-то, да? И, в целом, подвержены, подвержены вот этой истории, брать на себя ответственность за то, что, ну, не ваш. То есть, выберете ответственность за другого человека. Вот. Ну, по крайней мере, вот. Сейчас. Так это выглядит, опять же. А, почему? Почему так? Дело в том, что, ну, вот, есть у человека проблема, да, он знает, что у него вот есть такой неприятный опыт, да, у него есть вот. Такая история с другой, например, девушкой, ну, вот, и он знает, что, ну, на него это, вот, оказало влияние. Ну, плюс-минус, да. Так зачем же в такой, в такой ситуации, да, для чего в такой ситуации? А, идти снова на контакт, ну, это странно. Ну, вы, вы, как будто бы, готовы взять на себя ответственность. Вот. Вы готовы обвинить себя, ну, вот, в том, что, в том, что произошло. И это, на мой взгляд, уже является вашей проблемой. С одной стороны, это является вашей проблемой. А, с другой стороны, это, это же объясняет то, почему вы переживаете из-за потери отношений, да, и из-за того, что, вы нанесли ему драму, да, вот. Заявилось это подтверждение собственного обесцеливания, что вы, вот, какая-то неправильная, что, чего-то с вами не так и так далее. Вот. Вот. Это ваши собственные, вот, в данном, в данном случае, это ваши собственные такие противоречия и конфликты уже дают от себя знать. Ну, вы, как бы, как бы, переносите на, ну, на мужчину, да, который подтверждает вам некоторые, вот, ваши мысли о себе. Вот. Вот. Некоторые, ну, предположения о том, какая, какая вы. Вот. То есть, здесь, вот, личные границы размываются. Вот здесь, личные, личные границы очень сильно размываются между вами и, ну, ну, мужчины, мужчины. Вот. И вам плохо из-за этого. Знаете? Поэтому, а, лично я думаю, что вам нужно увидеть, в первую очередь, свои собственные чувства, не только те, которые вы привыкли видеть, но и те, которые вы вытесняете. Вот это вот, вина, да, и так далее. Дальше, дальше. Увидеть, что для вас означает потеря отношений, потому что отношения нельзя потерять. Вот. Ну, в смысле, в смысле, в смысле того, что, ну, человек же вам не принадлежит. Вот. Он не является вашей собственностью. Вот. Он, как бы, ведёт какую-то, ну, свою поведенческую модель, да, вот, то есть, ну, двигается к своим целым. И, на мой взгляд, вот, такая формулировка, которую используете вы, вот, что я потерялся. Отношения. Среди это стоит о том, на мой взгляд, что вы здесь решаете для себя что-то очень важное. Но нужно увидеть, нужно увидеть, что именно вы для себя теряет здесь. Вот. И тогда вам, в принципе, вам, ну, вероятно, станет несколько более ясно, какую проблему вы стараетесь решить. А. Ну, вот. За счёт этих призываний. Ну, таких. Таких. За счёт таких эмоций и так далее. Вот. На этом всё. Пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. А, значит, я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. По моему ответу это позволит вам переменеть и приклеиваться. В общем, ну, как здесь у меня есть один вид счёт чего-то. И этоichtig. И, конечно. Так. Так.